всем привет сейчас мы записываем письмо в будущее и надеемся что когда выйдет этот выпуск бары работают и вы сидите на моем месте но если нет я предлагаю выпить назар какой она сегодня коктейль привет сегодня мы приготовим коктейль легенду которая называется бульварди прекрасное название я знаю что у тебя сейчас точно есть там достанешь козырь и расскажешь откуда же этот прекрасный коктейль есть закромах да на самом деле мы живем не только рецептами улыбками но еще и историями поэтому этот коктейль он является классическим он тоже имеет свою очень крутую историю дело в том что он бы не родился без сухого закона в 1927 году приняли сухой закон штатах и из-за этого многие перебирались европу поскольку не было работы штатах и появился такой на бар который называется харрис бар в париже и его же основал гарри мак эллан это известнейший бармен и он приготовил этот коктейль для человека который являлся главным редактором журнала бульварди во-первых я знаю что это была газета для англоязычных иммигрантов в париже и что в этом баре были такие прекрасные писатели как хемингуэй скотт фиджеральд и вообще это было прям тусовка такая да и они значит пили этот коктейль и я пришла и тоже буду его пить прикоснемся к истории будем поскольку это классика и в то время не было такого количества всего как сейчас барах в баре стоял там 10 20 бутылочек 30 максимум а сейчас их сотни поэтому будем готовить в старом стиле называется фил байхард безмерной посуды я правильно понимаю что для этого коктейля подходит стакан который идет как олд-фэшн тамблер олд-фэшн rocks по-разному называют нам нужен этот широкий стакан для крепких напитков как правило с толстым дном вот его отличительные особенности и лед готовим прямо в посуде подачи фил бахард без мерных посуды без джигеров барных вот этих вот металлических которым наливаем вот будем наливать от души примерно на глаз серьезно берешь на глаз примерно льешь тебе нужно пол рюмки то есть это 25-30 миллилитров красного вермута итальянского у меня здесь смесь вермутов я использую несколько красных вермутов что даст смесь нескольких вермуты это напиток в основе которого вино и добавлять разные пряности специи разные вермуты имеют разный вкусовый профайл какие-то более насыщенные кита менее насыщенные мне нравится соединять два вермута по жилой сеческим любой берете rosa вермут красный итальянский вермут и добавляйте в классическом любой на глаз да она глаз а я значит спросила угол как значит это все приготовить и там было так 30 30 30 все так тоже работа до часть 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 у кого-то части добавить горечи немножко каком паре здесь был вермут верма да сейчас добавляем горечь в виде компари тоже порцию есть аналоги такому коктейль да называется не грони неожиданно прародитель этого коктейля и добавляем бурбон мы используем бурбон который жители кентукки называют шампанское с кентукки да называется maker's mark что такое бурбон это виски в основе которого 51 процент минимум зерновой зерновые спирты выдерживается в новой бочке дубовой обязательно новый повторные использовать нельзя и это один из самых ярких представителей даже на внутреннем рынке то есть жители кентукки очень любят этот продукт он вручную видите вот этот как сургуч это более сургуч разбивается этот мягкий его удобно снимать он вручную приготовлен нет идентичных бутылок это запатентована на красного цвета если видите вот такой потеки это значит maker's mark а подделки подделки конечно визуально вот так вот я не разу не видел я видел разные названия непонятные maker's mark а вот так чтобы прям идентично сделал не видно и даже визуально будет заметно потому что это это запатентованное имя можно ли пить чистым нужно его пить чистым чистым либо со льдом либо я предпочитаю с водичкой разбавить там добавить на порцию 20 миллилитров воды он раскроет еще сильнее вкус и кстати мне всегда было интересно зачем добавляют воду она дает химическую реакцию она раскрывает ароматику все он становится более легкий спирт и становится еще более нежные важная вещь стоять и перемешивать объясню почему если вы нальете на лед на лед и оставить сейчас и водички добавят и охладе нет он подтает но он не сильно охладит поскольку происходит два физических процесса охлаждение и обводнение для того чтобы если вы нальете алкоголь на лед и оставите он вас растопит лед но он не охладиться сильно а нам же нужно чтобы он и охладился для этого нужно вот таким образом покрутить запустить охлаждение тогда он будет и водичку отпускать и охлаждать понимаете да после того как секунд 20 помешали у вас сейчас лед отпустил температуру и алкоголь сравнялся практически с температурой льда поэтому он тает не будет он сейчас охладился и все сейчас анабиоз и сверху добавить цедру апельсина можно лимона можно апельсина кто как я люблю по классике с апельсиновой цедрой бармены как правило как делать если не хотят сделать коктейль более сладким они используют апельсиновые если они хотят взять более кислым в ощущения свежащий лимон да но это более на подсознании вкус то коктейля не меняется просто добавляется not вот класс и так кто придумал этот этот коктейль придумал основатель хариз бара в париже гарри макэллом как работает авторское право с коктейлями она работа работает ли она вообще нет и это хорошо по сути если бы бармены прятали свои рецепты то никто бы не знал до сих пор манхэттен old fashion и так далее никто не знал автор это то наследие которое мы несем если я придумаю что-то интересное и меня потом не копируют я сразу задумываюсь интересно ли я поздно ли это круто а если же моя идея дальше популяризируется в других барах это значит наследие бармена это будет классно пусть копируют пусть сделают вот поэтому авторского права нет как такового конечно отдельный случай я слышал судебные иски в европе штатах но это из у нас внутри в сфере не приветствуется сколько мы наоборот мы даем рецепт только делайте но упоминайте просто либо не меняйте название либо упоминать автора но вот в украине коктейли бутылировать не разрешено потому что акцизная марка за кадром рассказывал и как ты считаешь насколько это плохо и плохо ли это вообще когда закон писали это было хорошо это помогало людям которые в баре покупают что-либо не получать непонятный спирт то есть у вас есть акциз сверху и он говорит о том что это легальный алкоголь абсолютно он качественный все все хорошо а если он дает бутылочку без акциза вы не знаете что там это было когда не было коктейльных баров нормальных сейчас есть очень много классных коктейльных баров и по сути мы готовим также как на кухне мы смешиваем я получается покупаю три компонента в этом случае бурбом компари вермут я за все это заплатил у меня есть акциз я могу по идее ничего страшного если этот коктейль смешал там нет ингредиентов которые портятся я вас мешал закрыл бутылочки и отдал вам чтобы вы своему родственнику куда-нибудь отвезли там поехали вы полетели в другую страну бутылочку привезли это же круто сожалению у нас пока это нельзя но я думаю что мы сообщество сильная барная и мы немножко поправочки сможем ты считаешь все-таки бутылировать коктейли стоит конечно нужно даже на исходя из ситуации которые есть в стране и в мире на сегодняшний день вот карантин и конечно же там хотелось бы вот люди же все равно заказывали еду домой из ресторанов и странно работали на вынос и мне кажется было бы классно заказать себе коктейль бутылированные на компанию или даже просто семьей дома сесть и просто провести прекрасную пятницу это обалденно было бы если так можно было делать назар в сложившейся ситуации изменится ли барная культура в ближайшее время как может сейчас измениться посещение выбор напитков глобально я не думаю что изменится поскольку люди все равно хотят отдыхать получать удовольствие ну да будет по резервам до за барной стойкой будет через два места сидеть люди но тем не менее люди хотят отдыхать я уверен что они будут ходить получать удовольствие по заведениям может быть меньше ну а что делать со временем это пройдет и все вернется еще и думаю это будет как новая волна она усилится если твой гость побоится пить из общего стакана но общего громко говоря вообще главное чтобы посуда проходила стерильную обработку для этого должны быть в посуде наградовая можно использовать в тех барах которых есть посудомоечная машина у нас она конечно же есть до на высоких температурах со средствами намного лучше чем любые антисептики да гораздо сильнее поэтому если даже он не захочет у нас сзади нас лаборатория у нас есть огромное количество бутылок медицинского стекла есть ультразвуковые ванны я могу на это видео снять как происходит стерилизация всего этого и мы будем бутылировать здесь в баре непосредственно и подавать бутылка который человек сам открыл а ты гостя если он попросит проведешь покажешь да для гостей которым интересно мы заводим святая святых лабораторию и проводим экскурсию классно так на что напомню сколько живет как ты до 10 минут пора нужно нужно через классно так